МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло во вторник, 24 июля. В студии работает Андрей Тен. Это куротко о главных событиях. 63 объекта здравоохранения в Карагандинской области нуждаются в ремонте. Об этом Акиму Карагандинской области поведал руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев. Центр занятости Караганды переехал на первый этаж, чтобы стать удобным для посетителей, в том числе и для инвалидов. Новый зал посетил Аким Караганды Нурлан Аубакиров. Казахстанские военные летчики примут участие в конкурсе «Авиадартс», который пройдет в рамках международных армейских игр. Сегодня летные экипажи осуществляют перегон самолетов и вертолетов из города Ак-Тубе. И теперь подробнее об этих и других событиях. 63 объекта здравоохранения в Карагандинской области нуждаются в ремонте. Об этом Акиму региона поведал руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев. На аппаратном совещании обсудили выделение средств из бюджета на ремонт зданий медицинских организаций области. В ближайшие три года ремонту подлежат 63 объекта здравоохранения. Многие из этих зданий были построены в послевоенные годы, а некоторые и вовсе считаются памятниками архитектуры. На сегодняшний день ремонт данных учреждений является одним из вопросов первостепенной важности. Руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев заявил, что каждый год на эту цель необходимо выделять 2,8 миллиарда тенге. Уважаемый Ержан Нурлыбаев, по вашему поручению именами разработан трехлетний план проведения капитальных ремонтов с учетом приоритетности. Согласно данному плану для проведения зданий медицинских организаций к нормативному техническому состоянию, нам необходимо выделение порядка 2,8 миллиардов тенге ежегодно. С учетом ежегодного выделения средств на капитальные ремонты в количестве 1,5 миллиардов тенге нам необходимо дополнительно не менее 1 миллиарда тенге в течение последующих трех лет. Выделение указанного финансирования позволит привести в порядок основную часть объектов здравоохранения до 2021 года включительно. Для 33 из 63 объектов, нуждающихся в ремонте, подготовлены все документы, включая проектно-сметную документацию с госэкспертизой. Глава региона Ерлан Кушанов отметил, что ремонту зданий медицинских организаций стоит уделить особое внимание. На эти цели будут выделены необходимые средства. Это будет наша цель, над этим будем работать. Управление финансов, при определении лимитов финансирования. Принимайте во внимание потребность в ремонте объектов здравоохранения. Всего за последние 10 лет на ремонт объектов здравоохранения было затрачено более 17 миллиардов тенге. Тахжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Карагандинский полицейский арестовали предполагаемого поджигателя магазина «Зета». Как сообщает пресс-служба областного департамента внутренних дел, дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога магазина мебели «Зета» находится в производстве следственного отделения Юго-Восточного отдела полиции. На сегодняшний день подозреваемый задержан, в отношении которого избрана мера пресечения арест, в ходе досудебного расследования назначенные соответствующие экспертизы, проводится расследование. Напомним, в ночь с 14 на 15 июля неизвестные устроили поджог мебельного магазина «Зета», расположенного на юго-востоке Караганды. В торговом зале на первом этаже произошло возгорание мебели, двух оконных блоков и оргтехники. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Предварительная сумма ущерба – 70 миллионов тенге. Владельцы магазина обещали 5 миллионов тенге за информацию о поджигателях. На предприятии Карагандинской области похищено более 7 тонн дизельного топлива, а также компьютер для диагностики неисправности самосвалов. В ходе расследования полицейские задержали двух охранников этого предприятия. Выяснилось, что они слили из резервуара топливо в машины и вывезли его для дальнейшей продажи. Однако реализовать украденное не успели. Общий ущерб составил около 2 миллионов тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции ОВД Нуринского района задержаны двое подозреваемых, которые дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188, ч. 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Соответствует ли центр занятости населения всем стандартам обслуживания? Аким Караганды Нурлан Аубакиров посетил новый зал центра. Он посмотрел помещение на предмет удобства для посетителей и ознакомился с услугами. Данный переезд осуществлен для удобства горожан и людей с ограниченными возможностями. Также стоит отметить, что нет необходимости, как раньше, искать нужный кабинет. Посетителям выдается специальный талон. Затем они имеют возможность получить все необходимые услуги в одном зале. Талон 112. Пройдите, пожалуйста, только к ному. Здесь получают, например, посетители. Как утверждает директор центра, в дальнейшем они займутся брендированием организации в соответствии со стандартами. Здесь установят вывески с надписями. На четвертом этаже, во-первых, для инвалидов, для пожилых людей очень неудобно было. Хотя и были у нас лифты, работали, но тем не менее все равно. И там было стесненные условия. Значит, таких вот больших помещений у нас не было, по кабинетам было. Это было очень неудобно. Люди ходили, искали, где молодежные практики, где социальное рабочее место. Новый зал центра занятости посетил Аким города Караганды. Нурланов Бакиров осмотрел помещение на предмет удобства для посетителей. Ознакомился с предоставляемыми услугами, а также количеством свободных вакансий, которые доступны для карагандинцев. Особое внимание уделяется переобучению. Разнорабочие, которые дорожные, машинисты экскаватора, машинист катка. Мы их в первую очередь пустили, потому что мы же не можем их в сентябре, а никому нужно в октябре. Поэтому мы вот эту первую партию, мы уже 196 человек, мы уже выпустили. Уже из них, значит, 40 с чем-то человек уже трудостроили. И мы сейчас еще дополнительно, а потом, после уже пошли, швей, там, кондитеры, пекари. Вот, да, да. Вот, да, да. Вот, да, да. Ежедневно в Центр занятости караганды обращается свыше 100 человек. Кого-то интересует социальная помощь и молодежная практика, а кто-то приходит, чтобы найти себе работу. Напоминаем, что в прошлом году Аким области поручил Центру занятости населения переехать с четвертого этажа на первый. Адрес организации остался прежним. Мульдир Жакан, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Казахстанские военные летчики примут участие в конкурсе «Авиадартс», который пройдет в рамках международных армейских игр на территории Рязанской области Российской Федерации. Соревнование стартует 29 июля. Сегодня летные экипажи осуществляют перегон самолетов и вертолетов из города Актобе. Для участия в конкурсе «Авиадартс» был отобран лучший летный и инженерно-авиационный состав. Отмечается, что практически половина состава сборной команды ВВС являются выпускниками Военного института сил воздушной обороны города Актобе. Так что прибытие на Актюбинский аэродром для них стал своеобразным визитом в родной альмаматор. Среди выпускников майор Ермек Муханов – пилот самолета Су-30СМ. В предстоящем соревновании он настроен только на победу. Подготовка осуществлялась у нас в декабря 2017 года. По сегодняшний день подготовлено три экипажа на три самолета Су-30СМ. Завтра планируется у нас вылет на аэродром Рязань Российской Федерации. Сегодня будет подготовка. Настрой улетного состава боевой. Надеемся на призовые места. Победа зависит не только от умения летчика, но и от того, в каком состоянии будет боевая машина. За этим пристально следят техники. Они также являются неизменными участниками соревнования. Как мы отработаем, так и они отлетают. Надеюсь, мы отработаем на отлично. Отлетаем на отлично, займем первое место. Мы летим туда не участвовать, а летим туда побеждать. Данный самолет четвертого поколения – многофункциональный истребитель. Он предназначен для поражения воздушных целей, как воздух-воздух класса, так же и по земле – воздух-поверхность и воздух-море. Офицеры военно-воздушных сил продемонстрировали курсантам прибывшие летательные аппараты. Ответили на вопросы и поделились секретами пилотирования. После окончания учебы я тоже хочу и планирую участвовать в таких же соревнованиях, ежегодно проводимых в рамках армейских игр. Учусь по специальности военно-транспортной авиации. Прохожу практику, стажировку на самолете Ан-26. В предстоящем конкурсе участники будут совершать полеты по маршрутам, демонстрировать технику пилотирования, производить визуальную воздушную разведку. Также будет выполняться атака наземных целей. В соревнованиях примут участие летные экипажи Казахстана, России, Белоруссии и Китая. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В Караганде состоялся товарищеский матч между хоккейными клубами «Сара-Арка» и «Тимиртау». В результате нешуточной борьбы, проигрывая по ходу двух периодов, команда «Сара-Арка» смогла мобилизоваться и одержать победу со счетом 5-2. По началу игры и не скажешь, что матч был товарищеским. Оба коллектива вышли на игру, заряженные на серьезную борьбу. Первыми свое стремление к победе показали хоккеисты фармклуба «Тимиртау». Уже на четвертой минуте Александр Ананечев распечатывает ворота «Сара-Арки». Заброшенная шайба вдохновила гостей из города Металлургов. «Тимиртаусы» больше владели инициативой и имели массу возможностей поразить ворота карагандинцев. Однако многочисленные нарушения не давали «Тимиртаусской дружине» играть так, как хотелось бы. Во второй 20-ти минутке «Тимиртаусская команда» вновь забивает быстрый гол и выходит вперед на два гола. Отличился все тот же Александр Ананечев. Но, как оказалось, позже это была последняя шайба, заброшенная «Тимиртау». На 29-й минуте Дмитрий Желнировский забивает, играя в большинстве. Затем, спустя три с небольшим минуты, Мещеряков сравнивает счет в матче. До конца второго периода он остается неизменным. 2-2. В заключительной третьем матче «Сара-Арка» смогла собраться и не оставить ни единого шанса своему фармклубу. В третьем периоде в воротах «Тимиртау» побывало три шайбы. Матч закончился со счетом 5-2 победа «Сара-Арки». Вот как наставники оценили итоги встречи. Хочу сразу отметить, что игра получилась очень интересной. Для такого летнего хоккея достаточно комбинационной, технически оснащенной игрой. Ну, понятно, что мы особых иллюзий не питали, но ребята хотели себя проявить перед главным тренером «Сара-Арки». Но и нам это получилось. Конечно, где-то могу сказать, что два периода мы играли достаточно уверенно. В третьем периоде сказалось мастерство соперника. Ну, так, соперника тяжело называть первой командой. Поэтому думаю, что результат намерен. Конечно, мы работали в короткое время вместе. И это очень много нового упражнения надо учить. И как система тактика будет другой, чем раньше. Это очень такой прогресс едет. Но это непросто. Надо работать каждый день. И, конечно, каждый свой тренировок должен быть все лучше. Напомним, что обе команды сегодня усиленно готовятся к предстоящим регулярным чемпионатам. Клуб «Темиртау» в казахстанском первенстве высшей лиги «Сара-Арка» в высшей хоккейной лиге России. Первая игра карагандинского клуба состоится 6 сентября. У себя дома «Сара-Арка» будет принимать узкиминогорская торпеда. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Предприятие «Караганды-Су» информирует граждан о том, что 26 июля будет прекращена подача питьевой воды на шести улицах города. Это связано с работами по вводу в эксплуатацию нового участка водовода по улице Аханово. Водоснабжение отключат по адресам Бульвар Мира – дома с 1 по 30, Ерубаево – дома с 13 по 32, Аханово – дома с 46 по 58, Лободы – дома 1, 15, Бухаржрау – дома с 26 по 36, а также Чижевского – дома с 4 по 15,2. Жителям данных домов рекомендуется иметь суточный запас питьевой воды. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»